Ребят, сегодня говорим про инфляцию. Большое количество вопросов, связанных с тем, что с инфляцией, прогнозы и прочее, что-то совпадает, что-то не совпадает. Давайте поговорим, может быть, раз и навсегда, что влияет на инфляцию, какие есть виды инфляции, будет она продолжаться или она будет замедляться, ну и, соответственно, как на этом заработать в конце видео, что использовать для себя в своем личном портфеле. Поехали. Итак, первый классический вид инфляции – это инфляция спроса. Инфляция спроса, она возникает тогда, когда у вас низкие процентные ставки, а они стали низкими для того, чтобы выйти из экономического кризиса. Монетаристская теория, когда у вас деловой цикл краткосрочный, который занимает 5-7 лет, начинает заходить в кризис, то, чтобы выйти из кризиса, вам нужно предоставить деньги путем снижения процентной ставки Центрального банка или, когда достигается предел по снижению, как мы наблюдали в 2007-2020 году, дать денег сверху, то есть напечатать, увеличить денежную массу. Какова природа инфляции спроса? К росту цены товара приводят растущие располагаемые доходы населения, когда доходы у населения растут. Растут они вследствие роста экономики, роста в какой-то степени производительности труда, и самое главное – растут они, потому что кредиты становятся доступными. Центральный банк отпустил процентную ставку, ставки по депозитам упали, ставки по кредитам упали. И, соответственно, люди начинают тратить. То есть люди могут потратить денег больше, чем они зарабатывают, и вот это вот больше, чем они зарабатывают, стоимость обслуживания этого кредита относительно невысокая. Что в этом случае происходит? Почему это называется инфляцией спроса? Потому что спрос со стороны населения вырос, экономика, она этот выросший спрос удовлетворить не может. Но нельзя быстро построить дома, чтобы доступную ипотеку сделать, то есть там нужен период строительства. Спрос вырос, предложение ограниченное резко вырасти не может, цены на товары начинают расти. Логично. Соответственно, это приводит к росту инфляции. Центральный банк таргетирует эту инфляцию и говорит, так, ребят, эти инфляционные риски нужно закладывать в финансовую модель, в финансовую стабильность. Мы повысим процентную ставку, чтобы нам погасить инфляцию. Снижение или повышение процентной ставки со стороны Центрального банка – это управление инфляцией, вызванным растущим спросом. Друзья, еще тоже хотел ответить на такой вопрос, произошло событие, уже все про это сказали, уже 10 дней как прошло, никакой реакции, все происходит с опозданием. Нужно понимать, что видеоролики мы, конечно же, не пишем каждый день, но то, что мы делаем каждый день, это общаемся с нашими подписчиками в Телеграм-канале. Ссылка находится в описании к данному видео, как раз-таки там происходят оперативные ответы на все возникающие какие-то экстраординарные события, плюс регулярно проводим эфиры, на которые можно задать свои вопросы и получить на них ответы. Обязательно подписывайтесь на канал, рад буду услышать ваши вопросы и отвечать на них вживую, лично вам. Но помимо инфляции спроса, есть еще инфляция издержек. Что это такое? Когда на рост цены товара влияет не растущий спрос, а когда на рост цены влияет увеличение издержек производства. Что значит увеличение издержек производства? 70-80-е годы в Соединенные Штаты Америки, да? Страны ОПЕК объявляют там а-ля войну в Соединенных Штатах Америки, ограничивают экспорт нефти. И цены на бензин, цены на нефть вырастают там. А так как нефть, на тот момент нефть занимала в общем объеме производства 80%, у вас все товары, себестоимость выросла на 80%. Для того, чтобы бороться с инфляцией издержек, нужно уменьшать издержки. И та глобализация, которую мы наблюдали в последние 50 лет в мире, и тот экономический рост, который мы наблюдали в мире, он был обусловлен чем? Вам нужно было снизить издержки на производство. Крупные предприятия стали выезжать, выносить производство в Юго-Восточную Азию, в Латинскую Америку. Где стоимость рабочей силы меньше. Да, у вас цены на нефть высокие, по-прежнему, вы уже с этим ничего поделать не можете, да? Но вам не нужно платить зарплату американцу, а вам нужно платить зарплату китайцу. Вы при прочих равных условиях на ту же самую сумму можете нанять вместо одного американца 1100 китайцев. Соответственно, для того, чтобы бороться с инфляцией издержек, ключевым моментом является рост производительности труда. Снижение издержек производства в том числе. Поэтому, если посмотреть, что происходит сейчас, то есть сейчас в России инфляция спроса или инфляция издержек. Инфляция спроса, она обусловлена тем, что, опять-таки, есть бюджетный импульс. В рамках этого бюджетного импульса государство финансирует военно-промышленный комплекс, обеспечивает государственный оборонный заказ. В рамках этого гособоронзаказа, соответственно, происходит увеличение числа людей, которые заняты в производстве, у них зарплата начинает расти. То есть у нас низкий уровень безработицы, есть люди, которые на спецоперации, есть люди, которые эмигрировали из страны, есть люди, которые ушли в военно-промышленный комплекс непосредственно работать. Зарплаты растут, располагаемые доходы тоже увеличиваются. И это, с одной стороны, переносится на инфляцию спроса, у людей просто больше денег появилось, которые они могут потратить. С другой стороны, это увеличивает издержки. У нас безработица на низком уровне, но при этом производительность труда не растет. Те меры, которые принимает Российский Центральный Банк, он работает в рамках борьбы с инфляцией спроса. Он с этим справляется очень хорошо. Начиная с того, что привлекательно сберегать, нежели тратить, заканчивая тем, что льготные программы кредитования, нижней инфляции, их постепенно отменяют. Поэтому с позиции работы с инфляцией спроса здесь все проходит достаточно хорошо. Но у нас происходит рост инфляции издержек. У нас издержки растут за счет чего? За счет того, что у нас есть импортные компоненты, импортное оборудование, которое нужно закупать. И вот как раз таки на это и нужно воздействовать. Инфляция издержек замедляется. За счет чего? Увеличение налоговой нагрузки. Количество денег, которое остается у работников после получения заработной платы, должно оставаться меньше. Второе. Рост производительности труда. Да, пускай у тебя растет заработная плата, пусть она у тебя высокая. Но тебе нужно снизить себестоимость, соответственно, тебе нужно автоматизировать процесс, чтобы у тебя на производство одной единицы товара не 100 рабочих часов уходило, 100 работников по одному часу работало, а работал один работник на каком-нибудь автоматизированном станке. Соответственно, вот на это сейчас будет делаться ставка. То есть, чтобы количество денег у людей оставалось меньше. Второе, соответственно, рост производительности труда, это научно-исследовательские работы и пересмотр государственной политики в области науки и образования, связанной с подготовкой ученых и технологических процессов, и финансированием этих процессов. Ну и третье, как мне покажется странным, то хорошим моментом сейчас является курс доллара. Потому что вы действительно можете сделать ход лошади. В чем он заключается? Рубль будет немного крепким, 80-85, и где-то стабилизировать его. И вы это можете сделать. Если раньше был рынок, где это все определялось, сейчас это, по сути, ручное управление. Это значит, что если у вас была закупка оборудования или комплектующих, вы закупали там на 100 тысяч долларов в месяц, и когда курс доллара был там 100 рублей, то вам для этого нужно было 10 миллионов рублей. А когда курс 85, и вы на те же самые 100 тысяч долларов закупаете, то вам вы уже денег тратите не 10 миллионов, а вы тратите 8,5 миллионов. То есть у вас себестоимость закупки, например, этих импортных комплектующих на 15% упала. И это не к вопросу о том, что цена снизится. В России такая специфика, что если цена выросла, она уже не снижается. Но, тем не менее, у вас есть запас прочности, она может не повышаться, она может не расти. И поэтому, если вы посмотрите большинство каналов, где вам начинают рассказывать про ДКП, правильно она или неправильно, на канале MaxCapital, на который стоит подписаться, если вы еще этого не сделали, вы понимаете, что ничего удивительного в том, что у нас увеличиваются налоги, в том, что, несмотря на то, что увеличивается санкционное давление, испытывают какие-то проблемы, рубль вроде бы должен расти. И все же, как говорят, вот правительству необходимо, чтобы доллар был там по 100 рублей, иначе у нас будет дыра в бюджете. Временно часть потерь в бюджете вы можете компенсировать за счет роста налоговой нагрузки, но если вы будете укреплять доллар для того, чтобы больше денег получать в бюджет, в этом случае вы давите на инфляцию издержек. У вас издержки производства на территории России, где нужно импортозамещением заниматься, у вас куча иностранных компаний ушли с рынка, и у вас импортные компоненты на всем этом. Это приводит к инфляции, и поэтому нужно соблюдать стабильность. И пускай, да, вы недозаработаете за счет нефтегазовых доходов на крепком долларе, но зато вы повлияете на инфляцию издержек. Что делать нам? Как на этом заработать? Нужно начать осуществлять балансировку активов, которые размещены у вас в облигациях или инструментах денежного рынка. Есть облигации с плавающей процентной ставкой. Те же самые флаттеры, линкеры, фонды ликвидности. Доходность по ним привязана к ставке. По ставке, скорее всего, предел. Еще один-два месяца эта доходность может быть привлекательная. Постепенно будет переток капитала от плавающей процентной ставки в сторону инструмента с фиксированным доходом. Потому что облигации с фиксированным доходом сейчас очень привлекательны в своей доходности. И здесь нужно сделать ребалансировку, сократить долю инструментов с плавающей доходностью в сторону облигаций с постоянным доходом, потому что можно говорить о том, что ставка начнет снижаться. И вам облигации с фиксированным доходом будут давать дополнительный доход. Вторая история. Сейчас пока еще не произошло резкого отскока цены ОФЗМ, индекса RGBI. Интересными является покупка облигаций федерального займа, облигаций высокого кредитного качества, где можно найти в высоких классных эмитентах доходность до 22% по облигациям. Об этом мы, соответственно, говорим в бесплатном мастер-классе про облигационный портфель. Каким образом он формируется? Ссылку на него вы можете найти в описании к данному видео. Сейчас мы наблюдаем распродажу на рынке акций. Тряхануло, соответственно, Азию, тряхануло Америку. Говорить, что закончилось падение, я бы непосредственно не стал. Но при этом нужно понимать, что если мы будем находиться в ситуации, когда центральный банк начнет снижать процентную ставку, то будут снижаться ставка без рисковой доходности, то есть доходность десятилетних облигаций. И на фоне снижения доходности десятилетних облигаций ставка без рисковой доходности все более и более привлекательными будут становиться акции российских компаний с их привлекательной дивидендной доходностью. Сегодня мне на этом все. Ребята, если понравилось видео, получили ответы на свои вопросы, установились параметры, от чего зависит инфляция и что непосредственно делать, буду рад вашим комментариям. Подписывайтесь на канал, щелкните колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok